здравствуйте дорогие мои друзья всех с добрым утром сегодня у нас будет ролик из цикла рубрики за что не любят да это будет пятый ролик так вот за что не любят китайскую продукцию это будет касаться частичной и другие азиатские страны но чаще всего покупая что-нибудь из той азиатской продукции все говорят фу китай для начала давайте вспомним откуда взялась эта ненависть в конце 80-х начале 90-х когда рушился советский союз тогда еще советские граждане думали что вот вот сейчас рухнет железный занавес и к нам хлынут качественные товары естественно все тогда думали что будут зарабатывать как американцы ездить на крутых автомобилях и покупать только бренды западных производителей после развала советского союза в начале 90-х годах середине 90-х бывшие граждане ссср примерно обеднели в 2-3 раза естественно крупные зарубежные западные бренды если появились то только в крупных городах типа москвы санкт-петербурга минска киева а в другие места они решили не суваться по причине того что там все равно никто ничего не купит поэтому в мелких районных центрах люди продолжали покупать продукцию местных заводов и фабрик да она может быть и было ужасно но она была гост но счастье недолго продлилось так как рухнул советский союз рынок открылся хлынула очень дешевая китайская продукция местные фабрики заводы не выдерживают конкуренции на территории украины российской федерации по сути на территории республики беларусь до 94 года начинают закрываться и банкротиться естественно эти заводы начинают скупать различные олигархи банкротить и продавать на чермет за копейки привет чубайсу но это уже совсем другая история как раз тогда появляется дешевая китайская продукция в виде ужасной одежды типа спортивных штанов которые тянулись кроссовок которые красили лужи пластиковых игрушек которые воняли непонятной химией чего только стоят кепки юсай калифорнии где в козырьках был обычный картон если вы попадали под ливень кепка рисковала просто напросто рассохнуться а если она не рассохлась вы просто руками ломали козырек вполне просто нечаянно это касалось и аудиомагнитофонов видео магнитофонов аудиоплееров приставок различных или как по-новому говорят консоли чего только стоит китайский клон приставки отари под названием рэмбо где за символическую сцену вы могли поиграть в классические игры середины начала восьмидесятых правда недолго обычно это приставка очень быстро ломалась если не приставка ломалась то ломался джойстик с 1994 года как бы многие ненавидели батьку агейл но на территории республики беларусь начинается защитная политика то есть поток китайской такой продукции стал очень сильно контролироваться и местные предприятия удалось сохранить не надо мне писать что он сейчас все просрал я говорю про тогда 94 5 6 год седьмой год предприятия худо-бедно работали даже мой отец скупал на нашем и на нашей пинской фабрике трикотажные одежду мы ездили продавали ее на территорию украины там где уже давным-давно подобное предприятие умерли люди с большим удовольствием скупали качественный трикотаж аналогично ездили на территорию российской федерации кстати данная фабрика до сих пор жива да она конечно стала гораздо меньше называется на ппто полесье но на момент 2018 года она еще жива если где-то контроль на границ работал нормально то естественно были такие коррумпированные регионы что если кому-то дать на лапу можно было провозить все что угодно так вот реально были такие случаи когда провозилась одежда та же самая какая-нибудь техника компьютерная приставки или же это магнитофоны видеомагнитофоны плееры да все что угодно особенно сделано из пластика или каких-то непонятных там хреновины люди после покупки чувствовали себя ужасно плохо головокружение рвота потери сознания то есть наши восточные друзья не брезговали вообще делать продукцию непонятно из чего то есть из каких-то ядовитых материалов сейчас на момент 21 столетия все это проверяется более-менее нормально вот в 90 если кому-то дать на лапу ну то есть чиновникум просто в нам напросто было насрать умрет там кто-то не умрет там кто-то естественно за вот этот период 90-х 2000 годов все что связано с китаем вызывает негатив и в тот период люди все-таки пытались купить что-то что производилось на территории хотя бы японии или западной европы и покупая пример к примеру там телефон смартфон nokia люди очень расстраивались разбирая его смотря под батареи узнав узнавая что телефон произвели во вьетнаме или же китае или же тайване и на момент 2018 года по сути ничего не изменилось люди тоже покупают разбирают и расстраиваются дело в том что времена когда крупные бренды производили продукцию на своей территории они уже прошли по причине того что примеру немцу литовцу поляку итальянцу русскому белорусу это дтп придется платить зарплату и довольно высокую а вот если поставить завод на территории китая тайване или вьетнама тем местным жителям за ту же самую работу можно платить в два-три раза меньше так как плотность населения там выше естественно у них дефицит работы и они будут согласны работать и за такую сумму и как вы думаете что же произошло это как раз все дело началось в нулевых годах упала в два раза качество всяк всей всей продукции будь то nokia будь то apple samsung да да samsung тоже в китае собирать несмотря на то что это южнокорейская компании будь то sony да даже телевизоры горизонт белорусского производства якобы там 80 процентов запасных частей производится в китае мало того что качество упало так это ударило еще по экономике тех стран которые когда-то процветали финляндии германии и даже по штатам концу нулевых годов наши азиатские друзья собрались почесали бубен типа смотрите они такие беспомощные они взяли все на все свое производство перед везли к нам нашу страну а давайте мы скопируем все их не производство назовем эту продукцию по-своему и будем чуть-чуть дешевле продавать в эти страны и снова обрушим их не экономику в третий раз а может 4 или 5 принципе а когда это заканчивалось ну вот живой вам пример да есть приставка фамикон супер нинтендо вспомните 90 кто-нибудь видел фамикон или супер нинтендо может быть в москве все мы видели лифа дэнди сюбр это все китай так вот есть sony playstation да в китае есть какая-нибудь хуни в дунь цунь но к десятым годам они решили не выпускать ширпотреб а создать бренды пусть даже копии просто на хрен задушить весь рынок мировой например скупают все самсунги sony xperia philips и какие-нибудь айфоны и тут китайцы берут создают мэйзу по сути это просто китайский iphone с кнопкой дом со всеми понтами типа своя операционная система пусть на базе android потом появляется шауми xiaomi или сиуми это сейчас вообще хит продаж все ходят именно с этим телефоном если с мэйзу ходит там примеру 15 процентов то сейчас в моем городе пинске 60 процентов ходит именно шауми xiaomi xiaomi повторяю три вида название именно для логопедов потому что уже заебали ведь у нас тут все знают хорошо китайский язык и это не только на рынках телефонов то же самое происходит на рынке автомобилей вышла bmw x5 выходит в три раза дешевле пять шестью клонов вышла болгарка bosch или бензопила штиль на рынок выходит 5000 клонов фирмы и дунь-дун-хан естественно они в три-четыре раза дешевле да там никакого качества в принципе нет но они доступны и за копейки можно купить ремкомплект поэтому все скупают то что доступно то что дешевле и можно за копейки отремонтировать но тут есть свои плюсы допустим восстанавливаю я старую машину оригинальный хэловский стоп-сигнал стоит грубо говоря 30 белорусских рублей тут же рядом на рынке стоит палатка стоит тетка и продает не за 22 рубля не потертый не выцепший а новый пусть даже китайский стоп-сигнал стопак правда через два-три сезона он будет выглядеть так же как и тот бушный вообще тут палка с двумя концами с одной стороны это ужасно с другой стороны это очень плохо а с другой стороны это хорошо как ни крути ты купишь то что тебе нужно есть целые ресурсы под названием алиэкспресс или джум где люди как зомби залазят туда искупает все подряд от резиночек каких-то иголочек до совершенно бесполезной какой-нибудь хреновины просто не выходя из дома если бы еще товар туда приходил примеру не за три недели а за два-три дня мне кажется процентов 70 магазинов вообще вокруг закрылась остались бы только продуктовые это нашлись бы те психопаты которые даже продукты с китая бы закупали у нас беларуси сделали так сделали или точнее пошлину на 22 евро то есть если свыше 22 евро ты получишь совсем другую сумму то есть вылили на голову белорусов ведро холодной воды тут тоже палка с двумя концами с одной стороны защита собственного рынка а с другой стороны крупные сети магазинов покупают с того же самого китая одни и те же товары и повышают на них цену кто видел ролик про теща фон тот помнит насколько дороже тот же самый 5 а стоит в республике беларусь в отличие тот же самый украины и россии надеюсь я в данном ролике изложил все что вызывает недовольство а нет есть еще последний фактор это расизм сожалению так тоже бывает есть люди которые патологически ненавидят китайцы как примеру в штатах афроамериканцев так у нас в странах снг не любят китайцы вообще азиатов я же этим не страдаю и вам не совету никто не виноват в том что они научились выживать и много работать у нас тоже вроде бы научились но все это в 2-3 раза медленнее пока мы сделаем шаг они сделают 5 но из последних событий тоже можно отметить и расизм это захват земель такой захват земель происходит и на территории российской федерации на территории украины в беларуси ни о чем таком не слышал ну если честно я не понимаю причем тут китайцы наверное дело в коррумпированных политиках которые сдают вот этим китайцам в аренду землю местные жители не идут в администрацию там города да они идут с вилами к этим китайцам почему в республике беларусь за всю наверное ну за все годы что я здесь живу а я здесь живу уже грубо говоря там 30 лет даже больше ни разу не было такого случая вот ездили в украину в тринадцатом году там фермеры жаловались на китайцев аналогично смотрю новости российской федерации там вечно какие-то проблемы мне кажется это все таки проблемы которые касаются чиновников у нас в пинске из полезки государственный университет где учатся китайцы туркмены армяне грузины русские белорусы вьетнамцы тайваньцы и за все годы существования этого заведения я не слышал чтобы местная газета писала что какая-то была поножовщина ограбление никто никого не трогает никто никого не оскорбляет не называя черно жопым желторотым поэтому я сто процента стопроцентно уверен что проблема именно в чиновниках но я заканчиваю ролик спасибо за внимание извините что так мало затрону айти сферу потянула меня во все стороны ставьте лайк или дизлайк естественно подписывайтесь и жмите колокольчик всем пока спасибо за внимание